Президент Украины встретился с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фэнноном. Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности, в сфере энергетического сотрудничества. Собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода «Северный поток-2». Порошенко выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку и практическую помощь Украине в усилиях по диверсификации источников энергоснабжения, снижение зависимости в этом вопросе от РФ, реформирование энергетического сектора Украины. Вперше энергоблок української атомної электростанції, южноукраинської станції, запрацював на американському пальному вестингхаусу. Це те, про що ми договорилися з президентом Трампом під час наших зустрічей в Білому дому, Нью-Йорку, і те, що я говорив з ним зараз в Брюсселі під час самміту НАТО. І мені дуже приємно, що розвиток нашої співпраці є надзвичайно активним. Я хотів би поаплодірувати вам за ваше лідерство, а також країне за те реформи, які ви проводите. Эти реформи способствують ще більшому об'єму інвестицій. Считаю, що ці реформи є важним сигналом для остального міра інвестувати в Україну. Бізнесміни заинтересовані в прозрачних, понятних і прогнозуємах правилах. І ви устанавливаєте такі правила. Хочу виразити непоколебиму підтримку України со сторони США. Состоїлся відбор українських військових для участия в 43-й марафоні морської пехоти США. Як сообщається на офіційному сайті президента України, около 70 ветеранів, участників антитеррористичної оперції, які получили ранення, увеччя, контузії или заболівання, опробували свої сили, щоб війти в состав національної команди ветеранів АТО. Претенденты должны быть готовы преодолувати дистанцію в 10,42 км в Соединенних Штатах Америки вместе с раненими участниками боевих действий з разных стран. Всего в марафоні участвують більше 30 тисяч людей. В цьому году Україну будуть представлять 9 раненых ветеранів с разными жизненими историями і собственним путем реабилитации. В Харківській області вперві пройдуть масштабні учебні збори военнообязанних. Несколько тисяч чоловік сформирують отряд территоріальної оборони. Збори состояться с 28 августа по 6 сентября. Як розказують в Харківській областній адміністрації, на учебні 10-дневній збори призовут оперативний резерв второй очереди. Це военнообязанні мужчини-женщини не старше 60 років, які не проходили срочну чи контрактну службу в армії після 2014 року. Для призову будуть задіяні 34 районних військових комісариатів міста Харкова та Харківської області. А повіщення буде здійснюватися разом з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, через керівників підприємств, установ, організації, де працюють військові зобов'язання. Як розказується воєнний комісар Юрий Калгушкин, за неприбытие на збори безуважительних причин грозит адміністративна чи уголовна ответственность, штраф чи полгода ареста. Це коснеться і руководітелі, які не своєвременно оповістять подчиненних і не обезпечить доставку людей в военкомат. За кожним работаючим воєнобязаним сохраняється робочее місце. Мінистерство оборони через обласнуй военкомат выплачивает среднюю зароботну плату за отсутствие 10 суток. Дорога туда і обратно оплачивається Мінистерством оборони. Неработаючим выплачивається минимальна зарплата на сьогоднішній день. На зборах воєнобязані будуть на полному содержанні Минобороны. Іх обеспечить жильем, питанням і медобслуживанням. Вони обучаться огневой, медицинській, інженерній підготовці, побувати на практичних стрельбах і командно-штабних ученьях. Задачі для бригад територіальної оборони, охраны государственних об'єктов і границі – борьба з диверсіонно-развідователими силами. После завершення учень резервістам присвоят очередні воїнські звання. За цей період нам потрібно відпрацювати питання відмобілізування особистого складу, формування, боєвого злагодження і приведення цілком, взагалі підрозділу, до боєвої готовності для виконання завдань за призначенням. Ще раз наголошую, що сформована бригада буде дислокуватися і виконувати навчальні задачи, виключені на території Харківської області. Як розказувають в областній адміністрації, с начала призыва на учебні збори вже виявили желання служити в армиї по контракту 300 добровольцев. Со следующего року решением Генштаба України минимальне денежне обеспечення ВСУ составить 15 тисяч гривень. Віктория Вашківча, Алексей Жучков, Медиагрупа «Об'єктив». Стать на крыло. В ході своей первой за період обучення практики курсанты Харківського національного университету воздушних сил осваивают самостоятельные полеты. А помогають їм в этом опытніші авіатори – літчики, давши путівку в небо не одному поколенню начинающих пилотів. Лично я обучив 64 курсантів. Николай Филатов инструкторській работі посвятил 15 лет жизни. С 70-го по 85-й готовив літчиків на самоліты Л-29 і МиГ-21. Спустя годи вернувся на аеродром – помощником руководителя полетів. Эту должність в Харківському аероклубі ввели, щоб максимально обезопасити процесс обучення курсантів, які проходять здесь літну практику на легкомоторних самолітах ХАС-30. Просто я свою стихію с юности начинав також на таких аеродромах полевых на винтовому самоліте летав. І все це вернулося до мої юності. Все, як тоді. Подъеми в 5 утра, літна сміна 7 часов. Только тепер Николай Филатов наблюдає за начинающими пилотами со стартового командного пункта. На його глазах рождаються літчики. Курсанты выполняють свои первые самостоятельные полёты. Сначала немного волновался. Волнение только внутри. Внешній літчик не должен волноваться. Никак это не должен показывать. Вырулил, запросив взлёт, взлетел. Полёт выполнял на скорости 130, на высоте 200 метров. Когда идёт вовозная программа, там немного легче, потому что там рядом сидит опытный літчик-инструктор. А вот когда сами летают, естественно, как каждый курсант, он может допускать и допускать какие-то ошибки. И вот эти ошибки руководитель и я должны заметить и вовремя устранить. Из 32-х второкурсників літного факультета, которые проходят практику на аэродроме Коротич, самостоятельно вылетели уже 90%. Они выполняют полёты по кругу и в зону. Впереди – простой пилотаж и элементы сложного. Полёты в составе пары и на боевое маневрирование. Процессы лётной работы – это обеспечение безопасности полёта. Сейчас лето, сложные метеорологические условия. Сейчас, ну, во-первых, вы заметили, в атмосфере сейчас вот такое бывает прогноз один, а творится совсем другое. Это всё нужно предусмотреть, вовремя нужно определить, чтобы не пустить, допустим, курсант самостоятельно летает, бывают сдвиги ветра, бывают резкое усиление ветра. Чтобы это не допустить, мы постоянно, постоянно вот в таком, то есть расслабляться нельзя ни на минуту. Сейчас ребята ещё робкие, говорят в аэроклубе. У них экватор лётной практики. В день каждый выполняет до трёх полётов. К концу сентября все должны налетать 45 часов. Но кому-то из них продолжить обучение не дано. Освоить самолёт, сосредоточить внимание на нескольких параметрах одновременно и следить за окружающей обстановкой могут не все. По статистике, один процент от общего числа приходится списывать. Но это, уверены в авиации, на благо для всех. Анна Симоненко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив». В Украине введён усиленный контроль транспортных средств, совершающий пассажирские перевозки. Согласно последним проверкам Укртрансбезопасности, на Харьковичной каждый четвёртый водитель совершает такие нарушения, как отсутствие разрешительных документов, несоблюдение режима труда и отдыха, технические неполадки и многое другое. Посёлок Песачин по этой трассе курсируют автобусы пригородные и дальнего следования. Первым останавливает автобус «Харьков-Полтай». Водитель предоставляет все документы, есть и лицензия на перевозку, и страховой полис, однако отсутствуют карты для электронного тахографа, которые фиксируют скорость, пройденную дистанцию, время отдыха и проведённое за рулём. Водитель оправдывается. Инспектор Укрбезопасности составляет протокол. Пассажирка автобуса Вера Николаевна каждый месяц ездит к своей сестре в Полтаву. Считает, что подобные проверки уместны, но не должны нарушать расписание автобусов. У меня маршрутка уйдёт, я потом буду 2 часа, 4 часа сидеть, ждать вторую, а мне ещё далёко за Полтаву ездить. Следующим останавливает автобус «Кременчук-Харьков». Здесь в порядке все документы, в том числе так называемые шайбы, которые используют вместо электронного тахографа и заполняют вручную. Водитель рассказывает, уже опаздывает на час. Это уже пятая проверка за сегодня. Надо проверять на конечной остановочке, то есть в начальном пути или в конце, но не в пути. Я недавно ехал в аэропорт, на самолёте вез. Люди опоздали из-за этого проверки на самолёт. Что касается международных рейсов, здесь также в основном проблема с тахометрами. У маршрутчиков автобуса «Харьков-Познань» он оказался не заполнен. А у водителя, который вез пассажиров из Москвы в Полтаву около 15 часов, шайба вовсе отсутствовала. Водитель на данный час не надав за 24.07.2018 свою шайбу, которую он подтвердил бы свою деятельность. То есть на данный час мы не можем установить водитель, чи сработал надмир, чи сработал надмир, седьмом километром дороги Киев-Чоп. В результате ДТП погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести. В тот же день в Николаевской области 5 человек погибло, а более 20 были травмированы. Рейд был, он буквально только-только закончился. Тривало 3 месяца. Всяка была выявлена много порушений, притягнутые особи по саду, воде. Только он закончился. И вот 22, если я не ошибаюсь, официально он снова понавился. За первые 4 дня усиленного контроля в Харьковской области оштрафовали почти полсотни водителей. Проверять автобусы будет еще несколько недель. Юлия Бойко, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив». Здравствуйте, вы смотрите Блок новостей экономики. В отношении руководителей пенсионного фонда проведут служебную проверку, а аграриям возместят стоимость сажек. И теперь об этом подробнее. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил служебное расследование по факту задержек выплат пенсии. Напомню, «Укрпочта» подтвердила проблему с финансированием из-за временных технических неполадок в пенсионном фонде. Как объяснили ситуацию в фонде, произошел кассовый разрыв поступлений единого социального взноса. В свою очередь в Госказначействе Украины заявили, в ближайшие дни выделят суды для покрытия недостаточных средств и финансирования пенсии в июле. Напомню, проблема с выплатами коснулась пенсионеров, которые получают деньги с 18 по 25 число. У меня есть два вопроса. Первое, до конца недели вы должны регулировать и выйти в нормальный график, это первая позиция. И второе, я призначу службу расследования и разберусь детально, кто и чему до этого привез. В том числе, что касается вас персонально, и что касается всех руководителей пенсионных фондов в области. Открытые в этом году в Харьковской области месторождения могут обеспечить газом всю Украину. Об этом заявили на предприятии Укргаздобыча. По их данным, сейчас регион обеспечивает 40% потребностей Украины. Запасы газа в области насчитывают 7 миллиардов кубических метров, а перспективные залежи до 800 миллиардов. В Изюмском районе сейчас идет сейсмологическая разведка нового месторождения на площади около 100 квадратных километров. Напомню, также в этом году открыто две залежи газа с запасами 200 и 300 миллионов кубометров. Аграриям возместят 80% стоимости саженцев. Как сообщает Минагрополитики, в рамках программы «Государственная поддержка развития хмелеводства закладки молодых садов, виноградников и ягодников выделено 72 миллиона и 100 тысяч гривен». Компенсацию за приобретение посадочного материала получат 56 сельхозпредприятий Украины. Они заложили новые насаждения на площади 1255 гектаров. По данным министерства, за последние два года Украина импортировала свежих овощей и фруктов на четверть миллиарда долларов. Продолжаем блок новостей экономики на очереди рубрика «Объективные цены» в обзоре стоимость кетчупа. При покупке вы можете сэкономить 3 гривны. И в завершении курс валют от НБУ доллары 26 гривен 58 копеек евро 31 гривна 12 копеек и швейцарский франк 26 77 И на этом у меня все. Смотрите продолжение выпуска. Я вам желаю всего доброго и до встречи. Уже второй год подряд в Харьковской области самый низкий уровень безработицы среди регионов Украины. В первом квартале 2018 6%. По мнению эксперта это свидетельствует о выходе рынка труда из кризиса. Одним из проектов направленных на реализацию права граждан на труд является пилотный проект «Рука помощи», который реализуется в Харьковской области. Проект «Рука помощи» был основан по решению Кабмина в 2016 году. Его цель помочь вынужденным переселенцам и малообеспеченным гражданам основать собственный бизнес с помощью получения беспроцентного микрокредита. Для отримания до постановы 1154 отримания финансовой допомоги для организации властного бизнеса мая на мете выплатить грошовую допомогу в размере 40 прожитковых минимумов для працездатных осіб. В прошлом году микрокредит составил 64 тысячи гривен. В 2018 70 тысяч 500. В Харьковской области участники проекта получили 2,5 миллиона гривен, а всего в госбюджете на проект рукопомощи предусмотрено 20 миллионов. На сегодняшний день участниками пилотного проекта по Харьковской области стало 1600 осіб, из них 900 осіб члены малозабеспеченных семей и 700 осіб внутренне перемещенной особы. Всего же по данным областной службы занятости за 6 месяцев этого года трудоустроены более 20 тысяч человек. В прошлом году работодателям компенсировали почти 10 миллионов гривен единого социального взноса за трудоустройство 1500 безработных. В этом году 11 миллионов кошторис и на сегодняшний день 625 человек использовались 5 миллионов гривен сплачены работодавцем. Чтобы заинтересовать в приеме на работу вынужденных переселенцев, служба занятости в течение 6 месяцев компенсирует работодателям всю заработную плату и начисление. К тому же, если претендент на рабочее место относится к малообеспеченным, то расходы компенсируются на срок до года. В 2017 году было укладено 200 договоров на 5 миллионов гривен. В этом году почти 60 договоров использованы 2 миллиона 300 тысяч. В управлении гоструда отмечают остро стоит проблема теневой занятости. Работающие нелегально лишены пенсии. Также трудно связать несчастный случай с производством, если работник находится в теневой сфере. Буквально вчера на будильництві отбывся несчастный випадок травмування, внаслідок якого помер працівник на місці. Погибший работал нелегально. Застройщик предоставил лишь договор гражданского правового характера с этим работником. Что избавляет родину от отшкодувания, которое бы выплатила ему фонд социального страхования от несчастных випадков на виробнице, в разе, чтобы этот за 6 месяцев в области установлено 1050 неоформленных работников. Назначено штрафов на сумму более 25 миллионов гривен. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». Харьковскому заводу специальных машин 75 лет. Предприятие производит и ремонтирует технику для украинской армии. Мы выпускаем большую линейку колесных машин, грузовиков, вездеходов, которые отдаем воинские подразделения Збройных сил Украины, которые используются в различных подразделениях, в том числе и в зоне военных действий. Трубопровод уложим, мосты ставим, двигатель, кабину и все. И выпускаем, смотрите, уже у нас автомобили. Я люблю с этим работать, лучше условия труда стали. Я считаю, есть что показать. Продукция у нас ничем не хуже, чем у других заводов. Считаю, что это больше, чем хобби. За последние два года объемы производства на заводе увеличились на 30%, а средняя зарплата на 50%, отметила глава области Юлия Светличная. Отновление производства в целом в государстве надзвичайно важливое вопрос, особенно наглядное вопрос для индустриальных регионов. Будет будущее в промышленности, будет будущее в государстве. Мы сосредоциали свою увагу и работаем с большими предприятиями для того, чтобы увеличивать заработную плату, увеличивать и умовы работы. Директор завода подчеркивает, что предприятие является лидером в Украине по ремонту, изготовлению и восстановлению колесной военной техники и загружено заказами более чем на 100%. Можно сказать в усиленном режиме, не в две смены, но можно сказать, что и без выходных, потому что заказ Министерства обороны очень большой. Каждый день с конвейера завода сходит один автомобиль. Проверьте мне, эта программа очень напряженная, большая. Юлия Бела, медиагруппа «Объектив». Жилой фонд, тепловое водопроводно-канализационное хозяйство Харьковской области готовы к отопительному сезону более чем на 50%, а социальная сфера более чем на 60%, сообщила глава области Юлия Светличная на селекторном совещании по подготовке к зиме и обеспечению водоканалов реагентами. Предприятиями топливно-энергетического комплекса проводятся плановые ремонтные работы, а также работы по накоплению угля на складах ТЭС и ТЭЦ. Кроме того, глава области поручила уполнобоченным органам выяснить причину, по которой в Харькове оказалось наименьшее количество запасов хлора среди всех областных центров после остановки предприятия Днепрозод. Сейчас Харьковводоканал работает стабильно, проблем с качеством питьевой воды в городе нет. В августе из Харькова стартует всеукраинский велопробег среди незрячих. Как сообщили в мэрии, четвертый инклюзивный велопробег «Вижу, могу, помогу» состоится с 5 по 24 августа в Украине. Маршрут велосипедистов пролегает через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Днепр, Запорожье и завершится в Херсоне. В велопробеге традиционно принимают участие слабовидящие люди и все, кто готов присоединиться к социальной инициативе. Цель велопробега разрушить негативные стереотипы о незрячих людях и создать возможности для совместных путешествий, основав местные велотандемные инициативы по всей Украине, говорят организаторы. Андрей Вишневский приехал на берег Старого Салтова на 10-дневные сборы скаутского движения «Пласт». Лагерь пластунов под названием «Литопы Средной земли» собрал около полутора сотни детей со всей Украины в возрасте от 6 до 11 лет. Подобное мероприятие в Харьковской области проходит впервые. Вот, поэтому это для нас все новое. Мы впервые детей повезли в самое место Харьков. Впервые они увидели и ваши музеи, и ваше величезное прекрасное место. То есть, это у нас такой первый опыт, оскільки у нас сейчас на Харькове очень активно развивается пластовый осередок. Во время пребывания в лагере маленькие пластуны изучают украинские традиции и историю. Участников делят на три возрастных группы. Чтобы информация усваивалась быстро, детям подают ее в игровой форме. Также здесь можно получить необходимые навыки выживания в экстремальных условиях. Ориентоваться по компасу, умовные знаки на карте, потом как сделать из подручных материалов свечку. Пребывание детей в лагере совершенно бесплатно. Побывать в Харькове участникам скаутского движения Пласт помогли местные волонтеры. Например, есть родины, которые имеют три и больше детей, и все пластуют. Купить, оплатить их перебивание в таборе для трех и больше детей, это очень сложно. Тогда бизнесмены, например, помогают, как Вадим Охов. Мы с ним познакомились еще в 2014 году, когда мы помогали прикордонникам нашим. И с тех пор мы с ним współпроценивали. На организацию лагеря для пластунов Литоп и Средной Земли харьковские газодобывающие компании группы Smart Energy выделили 60 тысяч гривен. К сожалению, сейчас очень многие семьи в серой зоне не имеют достаточного достатка, чтобы отправить своих детей не только в пластовые лагеря, в любые лагеря. Поэтому наша компания взяла на себя такое обязательство, и мы финансируем проведение лагерей для этих детей. То есть, мы привлекаем детей из малообеспеченных семей, детей из серой зоны, детей погибших воинов АТО. Вадим Мохов обещает и дальше поддерживать скаутское движение Пласт, а также помогать развивать его на Харьковщине. Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа Объектив. Дмитрий Герасимов, Медиагрупп